Мы с вами вот сейчас как раз общаемся в годовщину референдума о независимости Украины, именно 1 декабря он прошел, и более 90% украинцев тогда проголосовали за независимость от Советского Союза, за независимость Украины, с чем я, кстати, поздравляю наших зрителей, друзья, давайте поздравим друг друга в комментариях. В целом это действительно большой праздник. И падение путинского режима, я уже слышал это неоднократно, может привести к независимости Чечни. Давайте даже говорить не независимости, а деоккупации ее территорий, потому что, как по мне, это первый кандидат на отделение, скажем так, после разрушения Российской Федерации. Как вы считаете, есть ли сейчас основания, есть ли сейчас, так скажем, симптомы, что мы можем увидеть при том, что, например, Украина вернет свои территории, что Чечня также получит независимость, и это будет первым шагом к возвращению Ичкерии из своих территорий? Ну, во-первых, Ичкерия точно так же собрела независимость, как Украина, с развалом СССР. На момент развала, с 90-го года, мы были союзной республикой в составе СССР. Не автономной республики. То есть, нам не нужно обретать независимость, нам нужно освобождаться от оккупации, точно так же, как вам нужно освобождать от оккупации в вашей регионе. Насчет элит, у нас дома не осталось элит. Те, кто есть, это марионеточные коллаборанты. Их нельзя называть элитой, потому что это будет оскорблением даже самого этого термина, выражения. А на сегодняшний день я не вижу дома. Они есть, в смысле, сам потенциал есть, но ситуация не сложилась таким образом, чтобы мы могли что-то сделать. Кстати говоря, Дагестан единственный в северо-кавказской республике, даже декларацию, эту формальную декларацию не принимал. Дагестан меньше всего заинтересован, что вы знали, в развале Российской Федерации. Почему? Потому что, говоря нам, остальным республикам, соседям, им отдали огромные территории. А в случае развала Российской Федерации, это придется возвращать. Поэтому там есть еще некоторые республики, которые, что называется, хапанули за счет России у своих соседей территорий. Понимаете? Поэтому они привязаны жестко, намертво. А у нас ситуация... Ну, представьте себе, у нас каждый четвертый убит. У нас миллион двести было, да, триста тысяч убито. Убиты были, погибли лучшие. Понимаете? Поэтому сейчас пока ситуация не дозрела. Просто-напросто наша задача сохранить саму правую базу, что мы стараемся делать. И сделать так, чтобы наши молодежи здесь, европейские страны, чтобы они учились, получали образование, чтобы они набирались опыта, в том числе и политического, чтобы был подготовлен какой-то там, скажем так, интеллектуальный кулак, который сможет, когда окно возможности появится, да, чтобы они могли сделать то, что необходимо. Сейчас таких условий нет. У нас... Я знаете, сразу тут вспоминаю слова военного преступника Кадырова, который говорит, я в свое время, мол, тоже думал об Ичкерии, однако, поверьте мне, без России мы не протянем. Ну, особенно экономически. Вот хотел бы, чтобы вы дали оценку этим словам. Не образован, он даже не знает, насколько был мощен наш экономический потенциал. Дело в том, что у нас только крупных союзного значения 159 предприятий было. Три нефтеперерывающих завода, один из них 50 лет СССР, завод имени Ленин, не помню сейчас, он вырабатывал нефтеперерывающие, типа московное НПЗ, которое обеспечивает Москву и Московскую область. У нас три таких было. У нас был мощнейший газоперерабатывающий завод с новейшим оборудованием. У нас были уникальные предприятия, которых не было нигде. Плюс ко всему мы обеспечили нефть и нефтепродукты, в том числе и в восточной области Украины. Мы обеспечили, не говоря уже в северокавказском и южных регионах, Ростов и так далее. Плюс ко всему, когда Советский Союз развалился и мы обрели независимуюся, Российская Федерация вводила против нас финансовую, экономическую, транспортную блокады и ничего не могла сделать. Получалось так, что эти блокады били как раз по самой Российской Федерации, потому что у них не были построены предприятия, обеспечивающие нефтью, нефтепродукты и остальными. У нас были предприятия, изготовиваясь нефтяное оборудование, гаражное оборудование, уникальные. Короче, много чего было. Метроинструмент там, много чего было. И Россия сделала вывод и быстренько начала строить предприятия, аналогичные предприятия на территории самой России. И когда она это завершила, тогда она уже нас полностью блокировала и начала уничтожать все, что... А этот, как его там, Кадыров, он сейчас вместо предприятия, он мечети строит. Понимаете, вот представьте себе, на одной улице мечеть, на другой улице мечеть, на третьей улице мечеть. А я не видел, что мечеть там, синагога или церковь кого-то прокормили. Я вообще не видел такого. Он решил, что он глубоко несчастный человек, вообще-то. Он даже не понимает, сколько он будет против потомками. Понимаете? Да, господин Таипов, я понимаю, о чем вы говорите. Тут сразу вспоминаются слова еще одного военного преступника, на этот раз Путина. Он последнее время взялся говорить о том, что Россия это значительно больше, чем ее нынешние территории, что русский мир предполагает собой членство всех стран, всех регионов, которые, значит, либо говорят по-русски, либо имеют общую историю, либо имеют общую культуру. И он говорит, что русский это даже не этнос. То есть все абсолютно, и субъекты, в том числе в первую очередь Российской Федерации, чеченцы, ингуши, киргизы, все они должны считать и называть себя русскими. Именно на этом и зиждется русский мир. Как вы считаете, это он и правда думает, что, скажем так, все, кого он перечислил, все они могут забыть свои корни и с гордостью потом бить себя в грудь и говорить «я русский», как поется в песне у придворного певца-шамана. Вы понимаете, то, что говорит Путин, это комментировать довольно трудно. Потому что он сегодня говорит одно, завтра другое. То он русских националистов, да, возглавлял в Москве. Они там кого-то там убивали, избивали, потом он пришел, я уж не помню, что там было, это было много лет назад. Русские с нами был к там и так далее. Теперь он, значит, все как русские. Когда он понимает, что ему нужна консолидация всего общества, поскольку на эту войну нужно много мяса. Поэтому он говорит, давайте забудем все, мы все русские, независимо от разреза глаз там. Допустим, во Франции все французы, вне зависимости от национальности, да? Но здесь другая система, здесь совершенно другое. А Россия, она построена на лжи, на имперскости. И русские, как бы имперско образующий народ. И у них всегда были привилегии. Вот по отношению ко всем, иным, как называли, надсменами, национальное меньшинство. Всегда были. Ну, допустим, я в мою молодость ездил по СССР, куда-нибудь приезжал, допустим, тоже российскую глубинку, меня страшно, почему-то я сюда приехал. То есть, вроде бы, это СССР, вроде бы, дружба народов, а я, оказывается, не могу туда приехать. Или я поехал поступать в институт, а мне говорят, а почему ты сюда приехал? Ну, захотел, приехал. Понимаете? Слова Путина, вообще, это легче прокомментировать, я не знаю, Жириновского, он хотя бы смешной был. А этого комментировать, у него вчера то, что он говорил, не соответствует тому, что он позавчера говорил. И не соответствует тому, что он сегодня скажет или завтра. У него постоянно, он врет, он врет, постоянно врет. Это вообще более лживого человека я за всю свою жизнь не видел. Понимаете? Вообще не видел. Ну, а в целом, вот сейчас, глядя на достижения сил обороны Украины в ходе деоккупации региона, в целом, как вот сейчас, какое мужество проявляют украинцы во время полномасштабного вторжения Российской Федерации, вот глядя на все это, вы воспринимаете освободительную абсолютно, ну, войну Украины, которая борется за свое существование и независимость, вы воспринимаете это как одно из звеньев той цепи, которая в итоге приведет Ичкерию к деоккупации своих территорий? Конечно, конечно. Но я думаю еще о другом. Эта война искалечит много украинцев. Я вам одну вещь напомню. В начале, во время Первой войны, у Джохару задали вопрос, спросили его, о чем вы думаете, как будет там перспектива, победите ли вы? Он сказал, мы победим обязательно, но я думаю о другом год, когда 300 тысяч обездоленных, лишенных крови, семей, жилищ, доходов, людей вооруженных, что с ними мне нужно выбивать? Вот Украина, да, вы должны думать гораздо дальше. То, что вы победите, я не сомневаюсь ни разу. У вас другого выхода нет. Просто, если бы у вас был выход, альтернатива, вы могли бы еще там, а у вас ее нет. Поэтому вы выиграете. А вот что будет потом, да, у вас же огромное разрушение, сколько инвалидов, сколько молодых воинов, лишенных конечностей, сколько обездольных, сколько разъехалось по всему миру украинцев. Вот об этом, да, тоже нужно думать, помнить. И то, что, а то, что вы победите, сомнений нет. Ну и мы, с Божьей помощью, тоже постараемся что-то сделать. Оптименно работа ведется, но... что-то сделать. Продолжение следует...